Здравствуйте! Услышать детский смех, увидеть улыбку собственного ребенка, стать мамой и папой. Для более 30% семейных пар в России эта мечта неосуществима. Единственная надежда для них победить бесплодие – экстракорпоральное оплодотворение или сокращенно ЭКО. Об особенностях такого зачатия поговорим с заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий перинатального центра Хабаровска Мариной Фроловой. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Здравствуйте! Хочется, конечно, в первую очередь узнать, насколько востребована эта процедура здесь, в Хабаровске. Потребность в этом виде технологий очень высокая. Ежегодно к нам в отделение обращается 700-800 супружеских пар, которые требуют, чтобы мы им помогли. И на самом деле потребность, я думаю, гораздо больше. Просто не все до нас доходят или не все приходят к нам в тот момент, когда уже необходимо обращаться за этой помощью. 700-800 в год и сколько им удается помочь за год примерно хотя бы? Ну, примерно столько же человек, столько же пар у нас проходят процедуру ЭКО за календарный год. А как давно вообще в Хабаровске начали оказывать вот такие медицинские услуги? Первые программы ЭКО мы начали проводить в июне 2006 года. И в этом году мы отмечали 10 лет ЭКО в Хабаровске. И первый ребеночек есть. Знаете его? Да. Своих первых детей, их было 4 женщины, и все родили двойные. Мы их знаем, до сих пор встречаемся, они приходят к нам в гости. Так что дети уже все ходят в школу, развиваются хорошо, все замечательно. Многим интересно, как проходит вообще сама вся эта процедура. Потому что мы слышим, дети из пробирки, дети из пробирки. Но как это происходит, мало кто знает. Ну, на самом деле, это технология. Технология предполагает, что этот процесс, существуют специальные протоколы, стандарты. И проводится это все согласно определенным протоколам. Суть и вообще смысл экстракорпорального оплодотворения, о чем говорит само название этой процедуры, в том, что зачатие проходит вне женского организма. Как говорят дети, из пробирки. Но для того, чтобы это произошло, существует ряд этапов самой процедуры. Первый этап. Чтобы нам получить яйцеклетки, мы должны провести этап стимуляции яичников у женщины. После того, как мы проводим эту стимуляцию, мы должны получить яйцеклетки. Это второй этап. Этап забора яйцеклеток. Проводится под легким наркозом. Это единственная болезненная процедура во всей программе ЭКО. И, соответственно, обезболивается так, как положено. Общий наркоз. Общий наркоз. Но это кратковременно. То есть сама процедура длится 10-15 минут. С заборами яйцеклеток мы получаем мужской биологический материал. И дальше начинают работать наши врачи-эмбриологи. Эмбриологи работают с половыми клетками. Потом из них получают эмбрионы. И уже готовые эмбрионы мы переносим в полость матки женщины. Вот, в принципе, это такие коротко я рассказала о том, как производится процедура ЭКО. Более подробно мы об этом рассказываем каждому пациенту, чтобы пациент понимал, что ему предстоит. И понимал, что вообще зачем происходит. А какая пара вообще считается бесплодной? Бесплодие – это когда состояние, когда супружеская пара, прожив год регулярно, половой жизнью, не применяя методов контрацепции, не может забеременеть. Это уже говорит о том, что этой супружеской паре надо обязательно обращаться к врачу и выявлять причины, почему у них не происходит зачатие. Есть мнение, что детки, рождённые вот таким методом, они более слабы, у них ослабленный иммунитет, беременность протекает сложнее. Это правда или это всё-таки миф? Вы знаете, это мнение. На самом деле доказательных аргументов в пользу того, что дети после ЭКО гораздо хуже или слабее, чем дети зачатые естественным путём, нет. Но ЭКО – это на сегодняшний день процедура, к которой прибегают женщины с не очень хорошим здоровьем. То есть женщины, которые в силу каких-то причин очень поздно к нам обратились. То есть среди наших пациентов очень много женщин позднего репродуктивного периода. Ну и вообще любая беременность после ЭКО относится к группе повышенного риска. И к тому же после ЭКО где-то 20-25% беременность – это многоплодная беременность. И все эти факторы влияют на то, что беременность может протекать не очень благоприятно. Высокая частота преждевременных родов. А соответственно, недоношенные дети или дети, рождённые от не очень здоровых родителей, они тоже могут отличаться не очень хорошим здоровьем. Поэтому так же, как и при естественном зачатии, если у женщины есть заболевание, если произошли преждевременные роды, эти дети точно так же имеют более слабое здоровье по сравнению с срок, доношенными детьми от здоровых родителей. Есть ещё одно мнение, которое вот часто читаем на каких-то форумах материнских. Есть мнение, что если забеременела с помощью ЭКО, это только кесарево сечение роды. Нет. Нет. Это всё оценивает врач-акушер-гинеколог, когда у женщины наступает срок, близкий к родоразрешению. То есть кесарево сечение ЭКО – это не показание. Это не зависит. Есть другие акушерские показания, по которым производится оперативное родоразрешение. А в России существуют программы же бесплатного экстракорпорального оплодотворения. Какие они? Расскажите о них подробнее, потому что мало кто знает. На самом деле всегда существовали программы, которые оплачивались за счёт каких-то государственных источников. Долгое время это были квоты на высокотехнологичную медицинскую помощь и оплачивали из федерального бюджета. С 2013 года программа ЭКО вошла в систему оплаты за счёт средств обязательного медицинского страхования. То есть те женщины, которые имеют полис обязательного медицинского страхования, застрахованные в этой системе, имеют право получить данный вид помощи, скажем так, для супружеской пары бесплатно. Будут оплачивать фонд обязательного медицинского страхования. Если раньше женщины и только с определёнными показаниями, то есть раньше только определённые показания для того, чтобы провести ЭКО, за счёт федеральной квоты были, они стояли по два, по три года могли стоять. Количество квот выделялось недостаточное по потребности. Сейчас таковая очередь, да, она есть, но она в течение года, если женщина обратилась, в течение года она получает этот вид помощи. А что нужно, какие анализы, может быть, или какая пара может встать на очередь, вот на ЭКО полностью? Мы работаем по приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации. Существует приказ, многие пациенты знают этот приказ, он под номером 107Н от 30 августа 2012 года. Порядок оказания медицинской помощи при бесплодии с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Вот в этом приказе прописаны все показания и противопоказания для проведения программы ЭКО. Этот приказ единый на всей территории Российской Федерации, его должны знать как сотрудники перинатального центра, так и все врачи-акушеры-гинекологи. И там чётко написано, что показанием для проведения программы ЭКО, базового варианта именно ЭКО, я не рассматриваю сейчас другие технологии, является состояние, при котором зачатие естественным путём невозможно. То есть, скажем так, это женщины, у которых нет маточных труб, или они непроходимы полностью. Или мужчины, у которых тоже такие нарушения сперматогенеза, которые никакое лечение не поможут, чтобы мужчина мог стать отцом. И есть другие показания. Это другие факторы бесплодия. На самом деле, факторов бесплодия много. И некоторые из них поддаются достаточно неплохо другим видам лечения. Так вот, если лечение этих видов бесплодия не приводит, в том числе и хирургическими методами, не приводит к наступлению беременности в течение года, тогда эта супружеская пара должна быть направлена на ЭКО, и её вносят в лист ожидания. Есть какие-то противопоказания? Возраст, например. На самом деле, противопоказания есть. Опять-таки, они все в этом приказе оговорены. Но это противопоказания в основном заболевания, при которых гормональная нагрузка или вынашивание беременности могут нанести вред здоровью женщины. Соматические заболевания, там осложнённые пороки. Ну, ряд заболеваний, и там достаточно большой перечень. То есть все заболевания хронические в стадии декомпенсации. Ну, скажем так, когда о беременности лучше не думать, а надо заниматься собственным здоровьем. Возраст не является ограничением к проведению программы ЭКО, в том числе за счет 300 мэрс. То есть можно и в 40, и в 45? Да, но здесь хочу сделать оговорку, что этим же приказом имеются ограничения к проведению программы ЭКО. То есть мы смотрим на возможность женского организма ответить на проводимую стимуляцию, на возможность получения яйцеклеток у каждой конкретной женщины. Потому что, ну, и к тому же хочу сказать, что возраст – это основной фактор, который влияет на эффективность ЭКО. Чем раньше женщина пришла к нам в более молодом возрасте, тем больше шансов, что она получает желаемый результат, тем больше по прогнозу, что ей придется делать меньше попыток ЭКО для достижения беременности. Конечно, главный вопрос для многих женщин – каков результат положительного исхода ЭКО, то есть когда наступает беременность? Если говорить о самой процедуре ЭКО, в среднем в России 33-35% на сегодняшний день – это частота наступления беременности, на перенос эмбриона. То есть из 100 пар, вступивших в программу ЭКО, в среднем 34 пары достигают заветной цели. Ну, к сожалению, фертильность человека, она и так не очень высокая. И процедура ЭКО – это тоже не стопроцентный результат. Иногда требуется несколько попыток, чтобы достигнуть желаемого результата. Плюс ко всему надо понимать, что те женщины, которые получили беременность, стопроцентной донашиваемости тоже нет. То есть беременности, как и естественное зачатие, так же, как и после ЭКО, после ЭКО в большей степени, еще, к сожалению, часть беременности прерывается. Но, тем не менее, это хотя бы какая-то надежда стать мамой или папой, правильно? Ну, естественно. Спасибо за интервью. Я напоминаю, в студии была заведующая отделением вспомогательных и репродуктивных технологий перинатального центра Хабаровска Марина Фролова. Будьте здоровы! До свидания! Субтитры подогнал «Симон»